Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Человек решит Иблис Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok На 40-й сумах описаны тех людей, которые приглашаются к Аллаху Субхану Багиа через земные поклоны и через выставленные ночные молитвы. Всевышний Субхану Багиа говорит, только выставленные ночные молитвы. Всевышний Субхану Багиа стоит и долго читает. Для чего это делает? Аллах Субхану Багиа говорит. Он боится наказания с одного дня, поэтому просыпается и борется Аллаху Субхану Багиа. И надеется на милость, которую я думал для него. Аллах Субхану Багиа говорит. Смешно, Субхану Багиа говорит. Он говорит, что они будут одинаковыми. Знающие и не знающие. Не одинаковые. Знающие и не знающие. И, Субхану Багиа, Те, которые знают, это не те, которые умеют писать и читать. И те, которых, Аллах Сухархат Та'ала говорит, не знающие, это не те, которые получили красное тепло, окруженное образование. Те, которые знают, это те, кто познали Аллаха Истину, которые познали Сухархат Та'ала. Эти все тепло, они оттуда наглазливают документы. Но это что? Это поможет себе в этой жизни на работу устроиться. Что-то добиться, что-то. Но именно знающие, которые Аллах Сухархат Та'ала говорит, это те люди, которые познали Аллах. Не знающие, это те люди, которые, когда верующие, которые познали Аллах, поговорят с Аллахом, они ночью проводят храмы в местах. Вот эти люди не знающие. Эти не знающие, которые Аллах Сухархат Та'ала, которые узнали величие Аллахом, полюбили Аллаха Сухархат Та'ала своим сердцами. Когда начинается ночь, они стесняются Аллахом, когда садится солнце, когда начинается ночь после речья намаза. Они стесняются, не встать ночью, не прочитать мараката намаза, стесняются Аллахом. Стесняются Аллаху Сухархат Та'ала в эту ночь свои лвы, не опустили зерно в окно, не смягчить свои суставы через чтение Курана, через вспоминание Аллаху Сухархат Та'ала. Вот эти люди, которые не знают Аллаху Сухархат Та'ала. И когда делаешь всяческое, когда человек выходит всяческое, то есть когда мы смогли проснуться на речный намаз, первое, что мы должны всяческое поблагодарить Аллаха, поблагодарить Аллаху Сухархат Та'ала то, что Он дал нам возможность выставить с нашей монеты. То, что нам Аллах Сухархат Та'ала дал нам возможность сделать аль-киля, выставить. Это доказательство того, что Аллах Субханата Аля любит. Потому что Пророк Мухаммад сказал, «Аллах из этой дунии дает тому, кого он любит, и тому, кого он любит». И верующим Аллах из этой дунии дает и верующим. «Боля юхтиди, илля линан хамми». А религию, наружность, богобоязненность Аллах Субханата Аля дает только тому, кого он любит. Поэтому, раб Аллах, если Аллах тебя разбудил и начнёт молитву, то он разбудил тебя на внутреннюю молитву. Это великий и самый долин доказательство того, что Алла Субханата Аля дает тебя дает. А что может быть лучше для Аллах? «Ля Субханата Аля дает Аллах и лям джанна». Нет только любви, после удовольствия Аллаха ничего, кроме как джанна, кроме как ради. Поэтому невозможно, чтобы человек это постоянно повторяет, постоянно повторяет, понимает. Невозможно, чтобы Аллах не любил своего раба, если он ночью проснулся, оставил свою супругу, свою семью позади, оставил все свои дела, телефон. То есть, опять же, когда просыпается, человек ночью, говоря крестом, просыпается, каждый вид изменяется. Потому что по-разному, кто-то задаёт харам, кто-то телевизор включает, кто-то в Этернессе сидит. А если Аллах в Аллах, который встает, оставил свою тёплую постель позади, идут полусонные, открывают комнату на обмене, берёт его, и на момент он вспоминает, представляет то, что его прегрешение, прощается. Потом он идёт, ищет коврик у себя, в зале, где-то, наверное, в комнате, берёт. Никто его не видит, никто не вспышет. Он находит, где находится, грина, расстеляет этот коврик, и начинает читать аяты в Аллах. Начинает читать аяты в Аллах. И в тот момент его сердце, в Аллах, найдется иман. Аяты в Аллах. И когда он, когда всажды, в этот момент он был дарился в Аллах. Поэтому также, уважаемые братья и сёстры, сегодня, тоже обсуждали с одним радым тему, насчет воспитания детей. Каждый папа хочет, чтобы его сын что-то добил свою жизнь. Кто-то спас меня, если хочет, чтобы он был чемпионом, если он был ученым, хочет, чтобы он был чемпионом. Это всё хорошо, но самый великий успех, если мы просим всю ночь, увидим своих сыновей или дочерей в земных поклонах, и они говорят, Аллах смилуется над моим родителем, так как они меня воспитали. Это самый великий успех, самый великий воспитание. В этот момент, ты понимаешь, кто тебя разбудил в ночной молитве? Аллах. Он тебе дал возможность. Ты понимаешь, сколько в этот момент люди сейчас, ночью в залу греша, кто-то по ночной дубу ходит, кто-то зия делает, кто-то хават по вещам, кто-то наголюс разбивает, кто-то просто проснулся и не хочет молиться. А тебе Аллах смиловал, и Аллах смиловал тебе возможность встать и молиться. И это бери, и дари, поскольку Аллах тебя любит. И на этой битвари, на этот пример, один раз Айша, Аллах, маме проснулся, и не увидел, потому что Пророк Саллах Алиси был рядом, и из-за этого навал его. Помимо Айша, у него еще восемь лет. И начинается трех. Куда ушел Руслан Саллах Алиси? Пророк Саллах Алиси искал его, и заставил его в мечеть ночью. Он был всегда и хаминтас над халава, и его откатки ломбаны, то что он долго стоял. И всегда просил Аллах Алиси Прибегаю к твоему удовольствию от твоего гнева, прибегаю от твоего наказания к твоему пощению. Я не смогу полностью восхвалить тебя. Ты таков, как сам себя восхвалил в Ур'ане. То есть здесь Раб Мухаммад проявил это, проявил культуру поведения в дуа, ты таков, ты таков, как сам себя описал. Почему? Потому что никто не сможет восхвалить и знать об Аллаху Субхану А.С. И никто не сможет больше восхвалить Аллаха, чем Аллах всегда восхвалил. Поэтому ученые говорят, что они не знают, что они не знают. Например, чтобы любую вещь познать, три пути есть. Это нужно увидеть, какой стакан видим, можно его описать, да? Или чтобы кто-то увидел это, увидел это тот, кому мы доверяем, и нам рассказал, описал это. Или видите, что-то похожее есть, чтобы сравнить. Третий, четвертый пути нет, чтобы познать что-то. Любую вещь. А может, с армата, никто не видел. И никто мы не видел, и никто не видел, что он описал нам данные. И ничего на него ни похоже с ним нет, Субхан . Ничего на него ни похоже на свыщих и нищих. Как нам познать Аллаха? Как можно полюбить Аллаха, как можно приобрелести к Аллаху, Субханином. На이에ól читает, что один человек плачет во время молитвы, с другой зевает. Одну и ту шуinger считает. Но этот человек когда познал Аллаха, его просто познал. Как познать через чтение Qur'ana? Только так мы можем познать Аллаху Субхану Таану. Чтать Кур'ан, размышляя нами. Это речь Аллаха. Аллаха посвятил себя. Поэтому этот путь, уважаемые братья, для того, чтобы познать Аллаха и возвеличить его сердца. Путь познать Аллаха и возвеличить его сердца. Чтение Кур'ан с размышлением. Поэтому Аллаху Субхану Таану не спустил Кур'ан, чтобы мы над ним размышляли. И Кур'ан, если общее взятие составлять Кур'ана, можно более взглянуть на две, на два смысла. На две части. Здесь он великий. Одна часть Кур'ана, хадису Аллах Аль-Ла. Когда Аллах написал в Кур'ане, кого-то помимо себя. А кого-то говорит Аллах в Кур'ане, помимо себя. А вторая часть, это более великая часть Кур'ана, хадису Аллах Аль-Ла. Когда Аллах Субхану Таану сам сидя описывает в Кур'ане. Сам сидя описывает Аллах, сам описывает в Кур'ане. Поэтому, бывает такое часто слышится вопрос, например, у тебя, брат, какая самая любимая ссора? Кто-то говорит, моя самая любимая ссора Юсуф. Кто-то говорит, моя самая любимая ссора Катиха. Как православа Аль-Ла сказал, один из ссора постоянно читал Тур'ан, и тогда спросили, почему ты постоянно говоришь ссора Юсуф и нахдас? А что этот ссор сказал, это святат Аллах, это ссора, который отрибут Аллаха, я люблю ее, полюбил эту ссору, полюбил Аллах. И тогда, православа Аль-Ла сказал, инна Аллах я люблю, Аллах тебя любит, Аллах Субхану Таану. Поэтому, маннахабб Аллах, маннахабб Аллах, маннахабб Аллах каламу. Тот, кого полюбил Аллах, этот человек полюбил Слава Аллаха. Речь Аллаха Субхану Таану. И вот чтобы иман поднес. Перед тем, как вы положите спать ночью, читайте все Кур'аны. Читайте все Кур'аны и аяты. Есть аяты ахкабы. А именно те аяты взяла Субхан, который описывает себя. Описывая свою духовку, тем самым переполняя заборы своей сердца. И уже ложитесь спать ночью, просыпаешься. Эти аяты читайте Тахаджи в Томасе. Какой у нас контроль великий. Какой у нас контроль великий, подлосерный, прощающий. Ничто с ним не сравнится. И перед тем, как ты пойдешь на земной погло, Существовал и приближешься твою гортань, приближешься до трепет. И уже ты не сможешь просто постоять и сожжать, ждешь. Из-за этого не буду просить Аллаха. Я Маханат Махамни. Бог милостив, смелости на мой. Я обращающе прощать темя. В этот момент взяли от самых близких облахов сухардыка. Говоришь всех-то помимо меня во всем мире много, а у меня нет Господа помимо тебя. Я Маханат Махамни. Поэтому, кто может, например, прочитать аяты Аллаха и в этот момент его сердце не переполнится. Например, Аллах Сухаммур говорит в Коране. Если бы Аллах о себе говорит, если бы Аллах говорит, если бы я захотел кого-то взять из себя в сыновья, тогда бы я выбрал кого-то захотел из своих рабов. О-Аллах, О-Аллах. О-Аллах, О-Аллах, О-Аллах. О-Аллах, 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 О-Аллах. Я единственный творец, единственный, у кому можно отклоняться, победитель. Кто может просто так прочитать в этот момент и прочувствовать репестец? Поэтому течь меня заполнять в свои сердца. Тем самым этот путь к познанию Аллаха, чтобы он будет увеличить Аллаху Субхану Ат-а-Аля своими сердцами. Поэтому Алла Субхану Ат-а-Аля также в Коране говорит, когда рисует себе своё величие, как он посылает дожди, как он посылает ведра, как он Субхану Ат-а-Аля дает, как он приобретает. И после этого всего, когда присутствует, Субхану Ат-а-Аля говорит Однако большинство людей отказываются от всего, кроме неверия. Большинство людей верят. В этот момент что мы хотим? Мы хотим быть из меньшинства. Большинство людей верят в Субхану Ат-аля. Мы хотим из меньшинства, чтобы быть из этой меньшинства, в которой Алла Субхану Ат-аля говорит «Ва-қарил нам мало их». «Ва-на-на-на-а-қарил» «Мало кто веровал вместе с пророком». «Ва-қарил мне, ребята, ищакулы». «Мало из моих короков благодарны мне». И мы хотим быть, друзья, сделай нас из этого меньшинства, о которых ты сказал, которые мало благодарны тебе. Которым мало кто веровал в тебя. Мало кто веровал в пророков. Сделай нас из большинства из этого меньшинства. Поэтому, если вот человек, когда сможет этого достичь, запомнить свое сердце аятами Аллаху Субхану Ат-аля, запомнить свое сердце муром, уклоняться Аллаху Субхану Ат-аля, и даму Субхану Ат-аля, и даму Субхану Ат-аля, вот сейчас как раз мы придем к этим делам, которые благодарны. Человек встречается с людьми. И когда он встречается с другим человеком, у него нету больше, более такой цели, кроме как, возвеличить Аллаху Субхану Ат-аля, свое сердце и сердце своего брата. То есть, пусть, сададам, быть причинам, чтобы люди возвеличили Аллаху Субхану Ат-аля. То есть, поэтому, не будет твоей цели, чтобы люди оценили что-то говорили, или что теперь люди подумают. Нет, твоя цель, какая? Возвеличить Аллаху Субхану Ат-аля. Ты познал Аллаху. Ты познал Субхану Ат-аля, 303 людей нах, конечно. И способствует тому, чтобы люди тоже возвеличили Аллаху Субхану Ат-аля, своими сердцами. Если посмотреть на историю пророков, русланников, всю свою жизнь они отдали для разницы, потому что Аллаху Субхану Ат-аля возвеличили для людей. Как Аллаху Субхану Ат-аля в Коране описано в пророках, когда они обращались и говорили, что с вами, почему вы не относитесь к Аллаху Субхану Ат-аля с серьезностью? То есть вот так, как подходили, пророки, призывали к Друхину, призывали к Единобоже, чтобы люди возвеличили Аллаху Субхану Ат-аля. Это Друхин. Единобоже — это фунтанин. Это фунтанин. Это фунтанин. На этом фунтанин строится среди красного человека. Поэтому это это программа Путь пророков, посланников. Поэтому в любое, где мы, братья, когда могли быть, у нас основное должно быть оценок, чтобы в этом, после того, как я уду, люди смогли задуматься об Аллахе. Чтобы люди смогли разрешить Аллаху Субхану Ат-аля. И если каждый из нас хочет проверить себя в имане, в своей деле, сильно ли у него вера или нет, пускай не проверит, когда понимается Аллах, как он себя чувствует внутри. Как он себя чувствует внутри. Радуется он или нет. То есть бывает, человек, когда имам чуть-чуть затянул, там вот две минуты проповедь, человек уже на время смотрит. Ах, он уже долго говорил. А когда анекдоты рассказывал, он даже сейчас всегда думал, ох, часто прилетел даже, смеялся, все равно. Вот тут, как раз, экзамен, сам себя человек может проверить, что и куда ему больше сердце тянется. К причине ему больше тянется. Или когда есть возможность сказать, садат, нуждающийся человеку, ты достаешь купюры, смотришь самую баллу. А когда хочешь себе какой-то бренд в одежде купить, даже смотришь по ценам, о, вот, понравилось все. Куда больше идет вот это сердце, каждый человек самый известный. Вот так он может себя проверить, свой имам. И, когда человек, как я понял, начал с людьми общаться, то есть, встречаться, общаться, отсюда исходит, я не жгулян, отсюда рождается дело. И вот это дело, оно, благодарное дело. Когда человек познал Аллахан, познал какой-то самый лучший дьян, например, Барад, любые дела идут барокатов… И по отношению кому? П � decay pratic报, нужны эти благие дела. В первую очередь, как становиться к родителям, просто навсегда. Поэтому ни с точки зрения лазову, ни с точки зрения комедицины очиорианта, нельзя уничтожить хорошо относиться кkd только богу. Аллаху субхану отец повлиянутили 3 раза есть хорошее отношение ученой делает на двери в первую очередь это отношение к памяти должно быть в первую очередь У тебя в кармане 5 тысяч рублей, ты хочешь купить подарок, и на этот подарок только у тебя хватает. Кому? Купить, маме или папе? Здесь, маме, ты не покупаешь. Но если, например, ты сидишь, и вдруг мама прошла, ты не встал, а папа прошел, то тут ты и обязан встать. Почему? Потому что если ты не будешь, тогда папу никто его уважать не будет. Это называется мужчина, когда его дети, сын, дядя, чуть-чуть, так скажем, увеличивают. Вот здесь это называется беру т'ады. Ученые говорят, что касается беру т'ады в отношении к папе, беру сыра в отношении к маме. Мама девять месяцев носила нас с тяжестью и родила тоже с тяжестью. Так же Аллах Суханат говорит, отмечку лива, лива, лидей. Благодаря меня и своих родителей. Поэтому не является благимым отношением к маме или к маме, если обидеть тебя за боль, сынок, иди сюда помоги мне. Это неблагое отношение. Перед тем, как их нас позвали, мы должны читать эти глаза, что они хотят. Сделайте, дайте, пойти, то есть запретите спросить тебя, ты должен наперед это делать. И пока они живы, они хотят относиться к нему. А когда уйдет из этой жизни, папа умер, одна дверь чанна закрылась, мама умерла, вторая дверь чанна закрылась. Это будет чанна. И после их смерти, просите на них два. Тер-хаку на карману даяния садыра. Аллах Суханат говорит, с милостью над ними, так как они ко мне были милостью, когда я был в доме. Так же предложите к мечети брать наши молитвы. Приходите в мечеть. Аллах Суханат говорит, отнесал себя в Коране. Аллаху Нур Санават, Аллаху Свет, Небеса. И потом рассказал, где я подал. В домах. Здесь Нур Аллаха. Здесь Нур Аллаха. Здесь Нур Свящего. Субханна и Сыр. Поэтому когда человек бывает особенно, в зимнее время приходят, и снег... Как везет в мечеть, в следы остальные, да. Захоет мечеть, уходит после молитвы. Ветер жду, следов нет. Человек не видит свои следы, но однако эти следы зафиксированы в небесах. Аллаху Субхану Та'ану, , «Инна ахминухаймалтямуалактутмааттда уаэздаалу» Поистине ли вы судами воскрешеннего и зафиксируем их дела и их следы. Ученого следы, уфасир, следы Кардене Шлювы, и ученых, с каждым шалом поражается грех. Следы его будут зафиксированы у Аллаха Субхану Та'ану. Также по отношению к просящему, если видишь, у человека есть труда у багиеву, Аллах Субханаллах говорит, «Ва нам Богу обещали в Аль-Хире». То есть пусть вас испытывает, будь хорошим, благим, хорошим. То есть имеется в виду, хорошим, когда вы, не только когда вам тяжело будете смотреть и приоритеть в Асабаре или нет, но когда вы хорошо поделитесь с нуждающими силами. Поэтому, Субханаллах, когда бывает, человек подходит к тебе, у него есть нужда, и ты его первый раз видишь в жизни. И ты просишь ему повести для того, что да, это проверка, это заверка информацией. И ты ему помогаешь в этом моменте. И ты знаешь, что ты его больше никогда не увидишь. Ты не ждешь одного «спасибо». И ты знаешь, что он к тебе никогда не сможет вернуться. Но что тебя подталкивает в этот момент помочь ему? Любовь к Аллаху. Любовь к Аллаху с Хаматами. Богобоязненность. Третью, присылыш к Аллаху с Хаматами. И вот эти вот дела, прелоковая человеку, когда ты даешь, ты понимаешь, что в сутный день не будет ни динаров, ни динаров, ни доллара, ни евро, ни рубли. Будут плохие дела и плохие дела. И в этот момент эти деяния, это благодарные, баракатные. Алхамдуллах. Просимся Вишну Аллаху с Хаматами, чтобы Аллах сделал баракатные люди. Всегда напоминают все хадисы. То есть, наша религия, это даам. Адвийн даам. Религия – это взаимное отношение. И когда я иду Аллаху садил на Адвикафе, в мечети. А во время Адвикафа нельзя покидать мечети, нужно только находиться в мечети, поклоняться Аллаху с Хаматами. И пришел один нуждающийся, попросил его помочь. Он оставил ядрикат и пошел с ним. И тогда он сказал, ты остановишь ядрикат ли ядрикат ли ядрикат. А что он сказал? А что он сказал? Если ты попадешь со своим братом, решить его вопрос, его неждолу, это лучше тебе, чем целое месяц находиться в перечесте и похороняться Аллаху. Устала сад и сделала с Баракатами. Желаю вас. И салиму Аллаху. И салиму Аллаху. И салиму Аллаху.